всем привет приехал поступил пациент надо сделать машину в идеальное состояние делаем все что надо делаем так как надо задача поставлена именно таким образом что нам нужно для того чтобы делать так как надо и делать то что надо сначала и надо помыть само собой все отмыть все чистить прозвонить все толщиномером чтобы понимать к чему мы стремимся крашен она вообще или нет найти крашеные элементы посмотреть разницу в цвете и посмотреть на количество повреждений как таковых потому что под грязью ничего не видно это первая процедура отмыли протерли посмотрим на масштабы ну капот однозначно снимается весь и перекрашивается потому что скол уже корректированные сколы так карандашом затыканы очень далеко уходит тут тут если бы не было вот этих сколов дальних можем было сказать что морду можно сделать кусочек именно вычистить а покрасить уже там в переход из лакировать весь но не в этом случае по крыльям значит смотрим дверям тут только битум вот тут скольчик один царапки пошли сколы 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 то есть крыло тоже по-нормальному если делать в окрас бампер понятно там дрова фара в лак тут уже полировать нечего не делали крыло сколы сколы скол тут уже однозначно тоже окрас и причем в стык в окрас перехода тут быть не может хотя опять же обсуждаемо в каком плане вот этот скол его можно разрезать закорректировать более точно и потом заполировать то есть это надо обсуждать с владельцем тут у нас что на носу скол а здесь какая-то пигментация уже через лак видать какие-то загрязнения лежали это не уже механика это именно химия а торец протертый понятно значит корректировка отменяется вот тут очень мощный протертый торец делать в половинку здесь именно это крыло не вижу смысла потому что капот идет уже вполне если только в крыле стоял вопрос да можно в половинку откраситься это закрыть закорректировать сохранить цвет к дверям и сохранить толщину в этом месте но не здесь далее по дверям скол на торце рубаный царапина тоже рубаная рваная на торце по торцам все здесь тоже скол внимание вопрос в эту часть не покрасишь никак уходит ниже эту часть не покрасишь никак уходит уже выше из-за раз два трех сколов дверь пускать под открас получается но это будем сейчас звонить обсуждать пока машина стояла вот так будет видно грязная даже в этом месте идет протир палаку то есть ребята тут перекрашивали что-то протерли спалаку сейчас мы ее прозвоним по толщине сначала надо просмотреть все таким вот образом где у нас что арка скол скол дверь скол слушайте но тут если делать так как попросили чтобы вот выехала красивая ну вот этот борт уже в открас должен идти потому что количество сколов на арках плюс протир здесь который виден который я уже как бы не полировал я только хуже сделать ну не хуже он еще больше растянется то есть борт как бы должен в открас уходить задний бампер что мы имеем что мы имеем корректировочки на их можно подобрать не будет заметно вот эту планку открас потому что тут шорка на тут все полируется в принципе беспроблемно крышка вроде даже в идеале никаких проблем по крышке тут у бампер корректировочка но это можно доделать переделать чтобы пока что сохранить здесь что мы видим мы видим шелушение лака с торца планка в открас по-любому поэтому борту крыло один скол корректируется не проблема дверь чуть-чуть поскоренные дверь надо отдавать в пдр потому что есть вот такое я попробую сам если у меня хватит инструмента долезть из тех 33 крючков что я купил я полезу если нет лучше отдать тем кто занимается каждый день на торце вмятина хотя сама дверь знаете вообще кроме того что в пдр и надо отдать никаких проблем на двери скол но этот еще можно закорректировать он небольшой так особо проблем никаких далее вот эти вот рамки окон это переделывать тут два варианта либо очистить все загрунтовать чтобы не кислилась она там пленка затянуть либо в raptor задуть но в raptor задуть более актуально потому что вот эту штуку в пленку не затянуть никак по форме а ее тоже надо сделать причем на с двух сторон такая же мы поэтому крыло определились и того что мы имеем у нас реально то что можно спасти сохранить дверь дверь крыло крыло под вопросом потому что ну в принципе такое знаете как бы по морде просто есть песок тут сколы тут песок по клюву а так можно бы и по постараться над что-то тут приоживить то есть раз два три четыре пять шесть планка на бампере ну и как бы все это из того что реально надо красить ну и рамочки вот эти стоечки остальное обсуждаем а давайте самое то интересно позвоним походим по машине звоним 165 не завод не завод на не завод толщина вся разная 172 то есть это просто был окрас вторичный 190 с небольшими какими-то может ремонтиками 178 на небольшие ремонтики были вторичный окрас 220 на 147 ближе к заводу но все равно что-то лака добавил 172 на вся крашеная получается да на вся вся дело на и все в круг облили потом получается запиливали заполировали может быть багажник не багажник открашен отлачен получается что давайте здесь век нам звоним прямо в протир в протире 120 завод рядом с протиром 140 тонкий слой лака тут просто переводчик батон 154 и в момент перелачивания но она вся знаете без шагрени такая запиленная запиленный то есть старались вы полировали перед отдачей и пробились на тонком слой лак чисто на батоне хотя не факт знаете такие машины обычно имеют тенденцию довольно таки часто отдаваться в полировку это может быть не обязательно после открас это могли сделать чуть попозже ну что мы прикидываем что у нас все в открасе поэтому особо особо стремиться в завод уже некуда именно но делая ремонт и потому что она вся уже затолщенная в разной толщине получается плюс-минус в одной но в разных по факту поэтому поэтому тут либо полная откраса снятием до металла чтобы было все в одну толщину опять же плюс-минус там 150 170 микрон попасть либо же сейчас то что надо снимаем до металла на окрашиваем попадаем даже если все будем снимать до металла и все ровно и не требующие ремонта мы попадаем в толщину меньше чем предыдущий вот эта покраска и все равно все будет отличаться то есть то что покрасили там мы будет чуть тоньше тут чуть толще плюс полироваться плюс протиры тут где протир само собой но весь батон снимать с крылом до металла никто не будет в таком ремонте это все матовится подкрашивается вот эта зона потому что как не лакирует протер протер он будет через лак виден то есть подкрашивается эта зона и опять накрывается лак вам все что нужно ну по крайней мере до вот этого ребра если делать только вверх само собой вверх будет еще плюс 50 толщине в толщину мы тут уже никак не попадаем остается только теперь обсуждать с хозяином автомобиля что конкретно делаем идем дальше смотрим что у нас имеется по внутрянке по внутрянке у нас ай это паста блин я думал это скол хотел показать смысле о том что с этим делать скволы вот тут тык-тык-тык-тык небольшие красили но вариант красили кто-то прям постарался то есть не затронули заводскую вот эту вот вообще красили все в сборе потому что если красили в разборе пришлось бы им сюда клеить что-то это что-то дало бы ступеньку по цвету не говорю что на ощупь это было пощутимо но по цвету дало бы ступеньку видно четко пропыл именно вот этот сквозной вот сюда но это явно видно хорошо заметно в остальном все четенько болтики не трогали ничего не крутили по этому крылу ситуация получше тут скола никаких нет поэтому тут можно открашивать проблем не будет а здесь из-за вот этих вот сколов будут проблемка что их то надо чуть раз ну разработать само собой когда разработаем под грунтоваться и потом прокраситься прокраситься насквозь прокраситься тут чуть-чуть полка но я думаю для этой машины это уже не страшно первых годы во вторых толщина любой подойдет тык толщина мера все есть так по общему состоянию лакокрасочного ну даже все и неплохо лак зашорканный конечно замытый делалось интересно сколько лет прошло когда красилась эта машина сейчас с клиентом обсудили человек думает главным вопросом это вот этот борт все все остальное понятно это тут тоже есть небольшие плавунчики надо ручкой и вот тут под ручкой где-то сейчас тут принципе это все можно крючками продавить выдавить чтобы было красиво и вот точечка маханька в эту точечку он наверное доступ может и не быть потому что тут напихано будет по-любому заводом эту точечку можно выдернуть только клеечком либо же но это не вариант открывать арку и отсюда что-то давить кстати давайте глянем по торцу по торцу у нас лежит клей завода он нормально лежит проблем вроде бы нет но есть или не завода его просто ребята да его положили сами потому что отсюда к палец а какой-то протир пальцем положили покрасили все держится ничего нигде не отходит его внутрь еще не заглядывал что у нас по торцам по торцам четко видно что красили по наружке без проемов перепыл перепыл вот тут валик лежал тоже видно блин вот это конечно палец а прям сильно что сделано да они даже резинки нет то прошло ли с резинками все очень просто и и так вот скотчем всю 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 плотненько проклеивать чтобы когда ты закрываешь у тебя была возможность валик проклеить по вот этой вот полочки может даже и по внутренней спад замотовать а буду туда попадает потом все еще промотовывается и аккуратненько полироваться ну самое палевное как бы место именно вот это вот вот этот кусочек на нем это собственно и паре для наших латы даже мы будем ничего ты чуть-чуть есть ощущается ступенька здесь по лаку но это можно опять же в полировать или просто не полировали почему-то хотя так сделано все очень достойно дорог резинка натирает прям сильно а еще похоже знаете как что на свежий лак открыли и закрыли резинку и она в приклеилась ее потом никто больше ничем не оттирал на какая ступенька прямо жесть ну тут тоже резинку походу заклеивали ее не снимали потому что она приклеена двухсторонний скотч и резинка денег стоит крыло от этого боевого не думаю что их тут об снимал при таком ремонте в общем все равно задача определена мы морду красим поэтому можно сейчас смело скидывать бампер оптику оптика кстати под вопросом возможно стекла будут меняться подкрылки поворотники зеркала молдинги потому что красить обе стойки на стеклах разбираются пока все это будет делаться точно определиться что делаем с бортом если делаем борт срываем ручки срываем не порох нам не мешает расчухиваем задний бампер короче занимаемся делать надо все осторожно потому что есть предупреждение говорит не не сломай желательно ни одной клипсы на эти машины клипсы хер найдешь в наличии их может не быть ждать с германии до трех недель поэтому работаем аккуратно значит решено делаем крыло капот бампер крыло дверь дверь крыло с батоном потому что на дверях много очень сколов таких к из-за которых и они разбросаны далеко из-за которых приходится делать так вмятинки сейчас будем залазить выдавливать батон исключительно из-за того что тут протер ну и дальше мы смотрим где-то тут сколы где-то короче тут скол видеть он не критичный но из-за него уже придется оттянуть вот скол и где-то еще наверху грязь типа отмывала смотри все нормально как бы все потом вроде бы казалось можно не трогать ну протир вот тут переход до сюда делать скол вот там ничего не остается багажник полируем бампер подкрашиваем опять отвлекает на чем мы закончили то есть тут все полируем где залажу лично выдавливаю лично мятинки крыло оттянется в переход то есть покрасим клюв лаком наверно пойдет под все не вижу смысла потому что красить надо все на месте поскольку ничего не кручено поэтому переход делать на крыле это его надо отдельно красить нелогично то есть сэкономим 20 грамм лака геморрой добавляем себе на голову очень много хотя я люблю переходы сейчас санек битым саня день перчатки я тебя прошу говно расти камтрон разведать все подряд сейчас принесу крючки и буду залазить куда залезу выдавливать тут по обводили поводили вмятинки чтобы было видно ну капот алюминий с крыльями это такое себе удовольствие их выжимать на зале тут еще прикол в том же доступа шнек то есть тут сбоку что залезет из стандартного набора минимального ну тут шишка шишку мы посадим это не проблема вот тут ямка и вот тут ямка все занимается есть у нас вот такой наборчик в нем 33 крючка подушка всякие держалки заклинивал китлин для для окон мелкие всякие насадочки накручивающиеся суда мы их немного и один пробойчик пробойчик широкий как мы называем правильных ног но в жалко нокаут ну короче вот она нас накупить надо лампу себе купить груши прикольных петельки для то что свежих крючки ну ничего цепочка есть минималочка такая бюджетная минималка набор недорогой поэтому сдать от него особо ничего не стоит сейчас посмотрим куда мы можем залезть и можем ли мы вообще туда залезть край заходит так значит что там делать будет сейчас поставлю камеру буду пробовать интересно попаду ли я в этот центр до достаю ну блин алюминий капец жесткий цене не мешает без лампы так хреново видно спасибо с какой как бы целью это надо но тут точечка такая шея шпаклом один раз вознуть и как говорится в рот ей ноги отцепился блин тут и прицепиться не за что короче с какой целью чтобы можно было просто на машинке перетереться на алюминий толщину то есть пильнуть и поскольку это идет под перетирку грунта не под мокрый по мокрому ну да тут не прокатит мокрый по мокрому не то случай а не прокатит почему капот не хочется снимать чтобы не крутились болтики то есть на грунте это все дело даже если что-то там малейшее мельчайше будет все это уйдет увидите в это вроде видеть как же все удобно но до дальней я не долезу наверно никак ну да прошел себя по машине вот здесь даже там не знаете вот можно было оставить под наждак чисто я полез полез крючком не достаю никаким то есть тут двойной металл протяжка только до сюда можно дотянуться думаю растучу начал растукивать лампочек нету это мили маленькой под фонарь который на стене блин ничего не уходит разворачивай другой стороны прям таких тук 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 точечки смотрятся на лакину крупнее чем шагрин мы бляха испортил не взял на ждать перетер вроде ничего хоть по крайней мере все все без ям здесь достал штук достал только под наждак но одно но на самом ребре еще видно на самом ребре именно вот этом там обратно за ворот туда ничем не могу вообще залезать даже отверткой не могу вытащить то есть я бы и с радостью но что-то не идет на жилье вот так попробовать дергнуть еще один момент это алюминий он гораздо сложнее чем металл дергаться юральцы толкается и так далее вот еще надо сюда залезть к чему я сел пока там клей прилипает вот здесь на конту есть он так и не видать так получили здесь на конту есть залом тычок и его уже один раз дернул доступа у меня к нему нет сверлить ничего не будет его уже на 1 раз дернул я показывал на бахе один раз это обратный молоток с холодным клеем до раз дернул чуть-чуть потянулась еще пару раз попробую насколько выйдет растучу и в принципе я так уверен что можно выйти под просто тут сколы есть перетереться на наждаке на бруске и уйти грунтануться чтобы ничего не шпатливать вот тут маленькая рисочка какая-то такое помелоченная гадкая оставляем так на минутку пусть повисит прилипнет и потом дернул минута прошла накручиваем переходник очень похоже что это сделано из тяги шарового наконечника рулевого и резким одним ударом вам офигеть офигеть она работает я сейчас еще раз его в кучку собираю в такую точечку очень маленькая пятнышко тут надо сделать и еще раз приклеюсь чуть-чуть жаль что пятно контакта большой не так как у горячего клея и приходится держать широкую площадь еще еще разок у клей распластывается хорошо до плоского я глянем что у нас получилось идеал конечно ребро не стало но и шпатлевать тут ничего не нужно объясню покажу почему не нужно шпатлевать протираем потому что есть и статки клея берем тут у нас 320 все равно работать поэтому не страшно делаем вот так что мы видим мы еще лак лак не пробили а у нас уже подходит грань того что при ямочек все равно конечно имеется имеется как не крути но здесь надо эту всю зону счищать до металла потому что есть сколы чистится до металла это вся зона на тут весь сапог наверно снять может быть тоненько санечек протянет я готовить тут много не буду по машине то есть больше к открасу присоединюсь тут по подготовке как бы реально немного там он больше работаем сейчас с бампером занимается варить его с капотом тут такое пробежаться буквально зонами тут тут где скола тут уже ничего не надо тут дисковый на крылья скол и мордочка там мордочка в капоте когда работы будет по капоту много по бамперу значит у нас в скольких местах раз два три все родили вверх местах и усилитель один наторванный вот тут его под рукой тоже оказалось стоял весь целый дом такие дела подогреть чуть-чуть поправить потому что вот полка пошла там полка ровно я смотрю никаких препятствий нет извини сонек пошевелил ну да все ровно только торец весь вымола а тут другую сторону надо выгнать торец короче есть чем позаниматься норм работаем в процессе сейчас уже время 9 часов вечера видите как я вижу через перчатки санек до сих пор занимается бампером вот казалось бы элемент чего там он был нормальным целым нормальным целом он был пока стоял на машине сняли его и понеслась где тут хорошо видно ты варил вот тут сварка вот тут сварка вот тут сварка вот тут как-то вот так вот 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 выходит сварках хорошо поварили почистили вроде ничего вот это надо перегреть феном тут паутина такая беженка туда замочить хорошо видно под обезжирь как когда заливаешь их не понял в поле было видно хорошо а тут не видно какой-то боевой неправильный пластик странно слушай не ожидал хотел показать короче тут длинная трещина такая ну не трещина изгиб пластика ну так получается то есть его надо в принципе феном перегреть потом используют обязательно пластификатор чтобы не было проблем дальше идем сани тут а ну-ка покажи я а вот она смотрите видно опа видно 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 все четко вот ее не было видно пока не расчистили сделать эту штуку надо что надо опять надо запускать дуйчик тонкие пруточки тут у меня есть такие и проварить ее потому что она зараза вылезет тогда когда бампер же будет стоять на месте и зимой кто-нибудь чего нибудь коснется то есть повреждение заложено заранее туда уже которая случайно данного надо весь в этих местах просмотреть то есть посмотреть и получается что бампер вроде бы как размером вот как с дверью заниматься да но тут большая половина это ручная работа исключительно больше надо количество наждаков использовать и они меньше градации идут нежели на металле отсюда и цены образования что дверь сделать будет стоить дешевле чем сделать бампер потому что работы я за время пока допустим саня делал бы если бы я занимался бы хай пока саня делал бампер я бы сделал крыло дверь дверь крыло и крыло сто процентов я бы даже уже загрунтовал где нужен но не берем во внимание капот тут полигон такой что его часа полтора только машинками снимать и если посчитать по деньгам я бы заработал на 1 2 3 4 элемента больше по бабкам чем он отсюда и выводы что пластик кроме того что его снять разобрать помыть все разложить а с крыла что скинули под крыло все вытащили поворотник и работаем с ним вот отсюда складываются цены так по машине сегодня больше особо мы делать ничего не будем у меня свои движухи отдельные видосах в инстаграмчике кто смотрит подписан те знаю чем я занимаюсь то есть завтра по идее по идее да не по идее надо сделать я сегодня капот снимаю люди надо уже мучиться сегодня ночь скоро надо спать отдыхать но до металла в ноль до металла весь до металла в ноль до для над наверно так вот пойдет до металла в 0 кант до металла тут подработано угол разрабатывается вот так до металла весь грунтуется сушится наверно лишний день там постоит и потом аж будет красить мы посмотрим что сегодня еще еще не вечер, так сказать. Посмотрим, что мы еще наработаем. Так, дело к вечеру. Еще час работы. Бампер осталось только по торцам. Вот эти вот торцы зайти туда файником, повычесывать их, поубирать. Бампер готов под грунтование полностью. Я посмывал, тут прошел за 6 заходов смывкой краски. Краску поубирал. Ага, нашел косяк. Еще надо запилить один. Вот на торце открылся. Под краской незаметно было. В лючках все повымывали. Ну, чуть-чуть еще. Чуть-чуть наждачком поработать и все. Вот смотрите, сейчас покажу вам прикол. Пока я ходил смывку краски тут делал, лазил, там чуть-чуть своими делами занимался. Что сделал Санек с 120 кубитроном? Причем это один кружок. Он реально, ему интересно, хватит ему на этот баркас или нет. Это здесь уже перебито даже на эксцентрике. То есть, в принципе, завтра проходим 180, и под мокрячок его как бы даже можно бы и запускать было. Но это еще надо консультацию получить от высшего начальства всей Алихлера Александра Борисова. То есть, вот эксцентрик, вот ротор. Вот и разница. Даже по звуку. Один и тот же наждак. Я удивлен, что он еще живет на этом капоте. Капот идеальный. Капот 180 пробежал и летите, голуби, летите. Как раз 180 доубирает все вот эти облака, оставшись. Ну, в принципе, на этом мы заканчиваем и сегодня всем покелево. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok